Смотрите, беру квадрат, самая обычная квадрат, делю сторону на данной части и делаю так. Рисую отрезок на высоте 1,2, звены 1,3. Понятно? Это будет одно звено, а как и в лестнице. Что у меня осталось? Осталось два отрезка. Каждый из них длиной 1,3. Господа, я с этого момента говорю следующее, что здесь график будет выше, а здесь график будет ниже. Делю вот этот отрезок на три равные части. Этот отрезок делю на три равные части. И над вот этим отрезком на высоте, догадайтесь, какой? 1,4. А для этого отрезка на высоте какой? Три четверти. Три четверти. Тоже я рисую отрезки. Вот эти отрезки – это уже кусочки графика. Вообще моя цель – нарисовать график, который начинается вот здесь, заканчивается здесь. И почти все время идет по строгой горизонтально. Средняя отрезка на высоте 1,2. Дальше вы все прекрасно понимаете. Здесь я рисую такие штучки. Здесь я рисую такие штучки. Длина каждого очередного в три раза меньше, чем предыдущих. И что у меня будет при этом происходить? То есть, ребята, обратите внимание, был сначала отрезок длины 1. Потом на отрезке длины 1,3 ситуация уже известна. Осталась неизвестная ситуация на отрезке длины, на двух отрезках, сумма длины которых 2,3. Так? Потом каждый из них разделили на три равные части, взяли эту треть. Поэтому осталось 2,3 от 2,3. Что такое 2,3 от 2,3? 4,9. Поэтому после того, как мы нарисовали вот эти вот отрезки, эти еще не рисовали, у меня ситуация неопределенная на 4,9, а на 1,3 плюс 1,9 плюс 1,9 ситуация полностью уже известная. Так? Вот. Ну а дальше догадайте, что будет. На следующем этапе ситуация будет неопределенная на 8,27, а потом на 16,81. Что происходит при стремлении n к бесконечности с числом 2,3 в степени? Стремиться к нулю. Таким образом, кантеровая, вот это называется кантеровая лестница, замечательная тем, что она поднимается от нуля до единицы. Нет, в смысле? Она поднимается. Она не периодная функция? Нет, это в точку, как я все еще не определили. А именно этот процесс делаем бесконечно долго. Нет, но точка, которая в троничной записи имеют только 0 и 2 км, это верно. Но любую из таких точек, сколь угодно, близко можно и сверху, и снизу приблизить к нашему. И поэтому в фоне прерывности функция определена везде. То есть достаточно построить эти отрезки, и за счет того, что у нас эта система все докладна, то есть у нас отрезок, на котором неизвестность, он каждый раз уменьшается длина в три раза. За счет этого у нас все-таки получается непрерывная кривая, внимание, она во всех вот таких точках дифференцируема и производная равному любому. То есть у этой кривой, да, действительно есть то, что в которых она не дифференцируема, но множество этих точек имеет, как раз в тему, меру множим. То есть на самом деле сумма длин вот этих вот интервалчиков, она равна единице. Правильно? Все. То есть можно почти все время стоять на месте, а все-таки значение у нее изменится.